Охрана труда в приоритете. Так было, так есть и так будет. В областном центре мобильные группы, в составе которых представители Брестского горосполкома, Управление по труду, занятости, социальной защите, профсоюзов и других заинтересованных служб, стараются работать на опережение, проверяя и оценивая работу на предприятиях по охране труда. В рамках очередного выездного мониторинга специалисты посетили предприятие «Брестмаш». В Брестском городском исполнительном комитете вопросы охраны труда находятся на постоянном контроле. Благодаря принятым мерам в этом году мы достигли результата нулевого по несчастным случаям в состоянии алкогольного опьянения у нас не произошло, а также со смертельными случаями. Тоже у нас нулевой показатель. Но вместе с тем мы имеем 11 несчастных случаев с тяжелым исходом. Если посмотреть в разрезе отраслей, то 5 несчастных случаев у нас произошло на транспорте, 2 несчастных случая произошло в строительной отрасли, по одному случаю в промышленности и в социальной сферах. В текущем году мобильными группами уже было проведено 42 выезда. Совершено 84 мониторинга организаций разной формы собственности. Выявлено порядка 2000 нарушений соблюдения нормативных требований законодательства об охране труда. Не обошлось без замечаний и предложений на предприятии Брестмаш. Были замечания, были предложения. Первое предложение было сделано, что наступил все-таки летний период. Погода, конечно, у нас в этом году не такая жаркая, как в прошлом, но тем не менее уже становилась теплая, жаркая погода. Где-то надо обратить внимание на питьевой режим сотрудников, чтобы были обеспечены питьевой водой, чтобы были питьевые фонтанчики в норме, санитарии и так далее. Также обратили внимание на использование работника МИСИС. Есть вопросы, что где-то работник работает, где положено шумное место, беруши, у него висят на шее, он их не одевает. Ну, это как бы работа тоже такая ежедневная. Беда зависит от исполнительной дисциплины на рабочих местах и работу мастерового состава. По каждому выезду члены мобильной группы составляют рекомендации, выполнение которых в дальнейшем отслеживается. Соблюдая эти требования, достичь цели сохранения жизни людей будет возможно.